Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим постный или веганский чизкейк полностью без использования продуктов животного происхождения. Он получается очень красивым, вкусным и имеет потрясающую текстуру, ничем не хуже, чем у оригинального чизкейка. Для основы нам понадобится 40 грамм кураги, также можно использовать любые другие сухофрукты, например, финики, изюм, вяленые бананы. Также нам понадобится 30 грамм любых орехов, 30 грамм кокосовой стружки и 30 грамм любого растительного масла. Чизкейк готовится очень просто, и это его еще один дополнительный плюс. Все продукты для основы соединяем в чаши блендера либо в комбайне с ножами и измельчаем до однородности. В дальнейшем мы то же самое сделаем и с продуктами для крема. Полученную массу она станет такой достаточно липкой. Выкладываем в форму диаметром 18 сантиметров, распределяем равномерным слоем и утрамбовываем. Можно это сделать с помощью лопатки, либо с помощью ровного дна стакана. Форму предварительно ничем смазывать не нужно. Основу для чизкейка отправляем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку минут на 15-20. Она должна подрумяниться. Пусть пока полностью остывает, а мы займемся подготовкой самой основной массой для чизкейка. Для нее нам понадобится 150 грамм любых ягод. У меня это 100 грамм замороженной черной смородины и 50 грамм замороженной клубники. 150 грамм орехов кешью, 200 грамм кокосового молока, 150 грамм воды, 100-120 грамм сахара. Добавляйте по вкусу в зависимости от используемых ягод. И также нам понадобится 7 грамм агар-агара. И вновь все продукты соединяем в чаши блендера. Ягоды я использую прямо в замороженном виде, предварительно их не размораживаю. А вместо сахара добавляю подсластитель, чтобы сделать десерт еще более полезным. Также вместо сахара можно взять мед или какой-нибудь сироп по вкусу. И вновь все измельчаем. Я на своем стационарном блендере смек использую режим смузи, чтобы масса получилась максимально однородной и гладкой. По мере взбивания масса будет густеть и приобретет вот такой потрясающий цвет. Далее полученную массу перекладываем в ковш, либо небольшую кастрюльку и добавляем агар-агар. При активном помешивании венчиком доводим массу до кипения на среднем огне и кипятим примерно 1-2 минуты. В итоге масса загустеет. Вот такой примерно она должна получиться по консистенции. Я решила к готовой массе еще добавить немного ягод черной смородины. В горячей массе добавляю замороженные ягоды, предварительно их не размораживаю, чтобы они сохранили свою целостность. Перемешиваем до однородности и далее можно эту массу уже вылить в форму на остывшую основу. Но я решила основу переложить на подложку, либо на сервировочное блюдо, на котором вы в дальнейшем будете подавать чизкейк и использовать для сборки раздвижное кольцо, предварительно проложив стенки ацетатной пленкой. Можно также использовать бумагу для выпечки. Кстати, если будете собирать чизкейк в раздвижной форме, в разъемной, то стенки обязательно тоже проложите пленкой, либо бумагой для выпечки. Распределяем равномерным слоем. Кстати, не медлите, потому что агар схватывается уже при 40 градусах, поэтому работайте с горячей массой. И отправляем чизкейк на несколько часов в холодильник полностью схватиться. После чего осторожно снимаем форму или кольцо, удаляем ацетатную пленку и чизкейк можно украсить по желанию, сверху посыпать какао, полить ягодным соусом. Я решила присыпать мелкой кокосовой стружкой, но вы можете украсить абсолютно по своему вкусу. И наш постный или веганский чизкейк готов. Его можно подавать. Он получается вот такого потрясающе красивого цвета, имеет очень яркий ягодный вкус, а по своей текстуре ничем не уступает оригинальному чизкейку. Обязательно попробуйте его приготовить, но я как всегда желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся!